Саня, как ты настроен? Дискотека. Ребят, я делал все, что мог. Я забыл, как горло будет помыть. Понял, как это работает. Я что-то пропустил. Сегодня первый день программы. Опоздали на полтора часа, но мы уже на подходе. Я надеюсь, что Тоня еще не вышел. На улице пока, вернее, уже никого. Ребят, я делал все, что мог. Я был в 9 на завтраке. Все вопросы туда к парням. Здорово, доброе утро. Да, это как, Сергей? Приятно. Приятно. На тренинг приехали, просто спят. Ты прямо с микровышек курса. Я хочу кучи. Да. Вы поняли, что вам будет? Да. Да, мы с вещами теплыми. Самый популярный вопрос, типа, буду ли я понимать? Тоня явно говорит не на русском. Смотрите, здесь есть трансляшн с разных языков. Мы просто нужны все информации для всех. Вы получите книги, и Моника дает им рейсбан. Моника? Добрый утро. Добрый утро. Ребята, нам срочно оттуда посмотрите, что там происходит. Это же оришка. Короче, я понял, мне нужно быть подальше от этих скептиков, которые еще к тому же опаздывают. Вообще, завтра я буду с самого утра. Саня, как ты настроен? Дискотека. Ребят, я очень скептически. Ну, интересно. Ребят, ребят, вы видели вообще? Подожди, что это? Для чего так много? Мне кажется, это точно? Это для большого количества лайков такая большая пушка? Да, да, да. Я понял, как это работает. Не знаю, большой размер. Да. Мы за всеми, конечно. Мы смотрим на гугл, фейсбук и аппл. Я не знаю, что они компании. Но это факт. Это люди, у кого оборот больше миллиона долларов. Дискотека. Я что-то пропустил. Ребята, в Латинске самое главное происходит. Ребята, мой первый день с Тони закончился. Первый день до 11 часов, до 23.00 минимум. Сейчас 20.30, я решил свалить, потому что я себя очень плохо чувствую. Мы приехали с нашим таксистом в аптеку. Сейчас закинусь с таблетками и надеюсь, что станет получше. Ребята, у вас трудности перевода. Я пытаюсь объяснить, что такое перфекс или тороплю. Как бы вы это объяснили? Я не понял вообще, что это такое. Это не парацетамол, не аспирин. В итоге, смотрите, у них есть колдрекс. Это немного длинный. Да, да. Я могу попробовать. Это для прозрачной крови. Это для прозрачной крови. Это для прозрачной крови. Не так уже просто у нас получается. Тут, видите, плохо работает переводчик. Я забыл, как горло будет по-английски. Оно точно болит. Ребята, затарился. Вон, видите, сколько там. Сейчас все это выпьем и спать. Надеюсь, что завтра, у нас второй день, завтра мы теоретически должны попробовать взять интервью у Тони, хотя бы поговорить с ним пару раз. Посмотрим, как я вообще выкарабкаюсь из этого. Так, ребят, смотрите, короче, инсайты по Тони такие. Что вообще такое Тони Робинс, пока первый день? Это несколько, не так много, может быть, 5-6 за день мыслей, которые очень много про них Тони говорит. В итоге ты проживаешь эту историю. Я вообще считаю, что это единственный возможный формат, когда человек реально усваивает информацию. Так что я очень поддерживаю это, что происходит. Много историй вокруг какой-то одной идеи. В конце упражнения, когда ты, например, отвечаешь на вопрос «Почему я в этом бизнесе, в котором я сейчас есть?» Вот ответьте себе на такой вопрос «Почему вы в этом бизнесе?» На него, может быть, несколько вариантов ответов. Первое – он пришел от родителей. Второе – это ниша по залету, да, вы тестировали, тестировали, быстро наткнулись, начали и теперь тянете это за собой. Анализировали все рынки, все свои способности, сильные и слабые стороны и выбрали самый крутой бизнес. Сейчас им занимаетесь и кайфуете. Если это вы, я поздравляю, вы красавчики. Но таких мало, да, обычно это что-то другое. Ниша по залету обычно. И здесь надо ответить на такой вопрос проверочный. Это кайфуете ли вы больше в тот момент, когда вы начинали бизнес? Или вы кайфуете сейчас, когда прошло уже 2-3 года? Если вы кайфуете сейчас – это хорошо. Если вы не кайфуете сейчас, то у этого бизнеса есть два пути. Первый – вы его нахрен продаете прямо сейчас. Второй – вы его закрываете прямо сейчас. Ну, еще есть третий, конечно. Это вы теоретически можете возбудить в себе это желание опять заниматься бизнесом. Такое возможно. Но низкая вероятность. Нет кайфа – бизнесу капец. Какая вероятность, что прибыль появится в долгосрочной перспективе, если вы этим вообще не занимаетесь и вы не получаете кайфа. Очень низкая. Что еще мне запомнилось? Это Тони заставляет ответить на вопросы, которые, в принципе, вот я вам сейчас скажу. Вы услышите и скажете – блин, что такое банальное? Ну, или скажете – воу, круто. Но не сделайте – и это пройдет мимо. Ничего не получится. То, что ты сюда приезжаешь, вокруг тебя люди, с которыми ты общаешься, берешь обратную связь, отвечаешь на вопросы, которые просто не находишь времени на них ответить. Поэтому стоит на такие мероприятия, конечно же, ехать. Ну, и Тони, вы знаете, Тони приезжает 1 сентября в Москву. Я думаю, с удовольствием оставлю вам ссылку внизу. Сделаем какой-нибудь специальный оффер. Я реально хочу, чтобы вы попали на Тони Робинсона. Это то, что меняет жизнь. Ну, и желательно не болейте в это время. Ладно. Еще завтра второй день. Еще много дней. Будет много инсайдов. С вами давайте. Так, ребята. Я, короче, понял, что хочу делать блог вот в таком формате, в формате live. Хочу делать по 30-40 минут. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментах. Ну, а сейчас что происходит? Я в Роттердаме. Вот такой у нас видок из окна. Все сейчас на Тони Робинсе. Второй день сегодня. Но я вот, видите, целый день в кровати лежу. Это жесть. Смотрите. Вот какая-то куча стрепселс из России. А все остальное я купил здесь. Трахитол. Вообще я выпил. Это жесть, наверное. Так, наверное, нельзя. Но я выпил почти всю банку. Мне кажется, она рассчитана на несколько недель. Я выпил почти всю банку. Типа, чтобы быстрее выздороветь. Пью много воды. Вот, смотрите. Две бутылки литровых. Там еще маленькая эта. И еще сегодня две литровых. Короче, пять литров я уже выпил воды. В общем, я по максимуму лечусь. Очень надеюсь, что завтра я буду уже бодр, как огурчик. Ну и, короче, целый день я смотрю. Ну, не целый день. Несколько серий посмотрел пока. Игра престолов. Я раньше никогда не смотрел. И лежу, залипаю в телефончике. Вот. Смотрю. В инстаграме даже выложил фотка старая. Текст новый. Написал тут про Тони Робинса. Вообще, кто читает мой инстаграм, напишите в комментах. Что в инстаграме, на самом деле, я пишу такие длинные, большие посты. Где я рассказываю вообще свой взгляд. В основном тут бизнес. Ну, лайфстайл. Вот, как я ходил на футбол. Вот вы спрашиваете по поводу директа. Я, на самом деле, много на что отвечаю. Но, вот, вы видите, тут 99+. Кстати, не так много еще. Вот. Но, вообще, пишет много. Поэтому я не успеваю, конечно, на все отвечать. Вот. Такие дела. Вот, такой мой второй день. Завтра третий день. Я надеюсь, что там, у Тони, типа, не так, что если ты выбыл на один день, то ты потом ничего не поймешь. Я надеюсь, что все равно будет полезно. Вот. Так что, сегодняшний день я буду досматривать игру. День престолов, а уже завтрашнего дня буду вам показывать, что происходит на Тони, какие осознания, какие инсайты.